Мне стало очень интересно, когда мне предложили высказаться на тему времени, бесконечная тема, очень интересная тема, и сегодня очень много уже сказано об этом, действительно какая-то парадоксальная, совершенно непостижимая материя, вот, и не буду больше ничего говорить, просто прочтём это стихотворение, которое я назвал так условно «Пространство-время». Пространство-время. Две координаты для прочих остальных координат. Они переплетаются в канат, и нет парадоксальнее каната. Я был один, я помню этот миг, век времени, пространство, уголок. Потом в кармане запищал брелок, я поднял голову, услышал чей-то крик. Пространство двинулось, стена, потом окно, поджалось время, как на ветке птица. Мои в стекле испуганные лица, и больше ничего, темно. Потом рукой за ручку на себя свои же перепуганные лики, опять брелок, и снова чьи-то крики, мигание аварийного огня, еле различимое движение в луче чужих полуприкрытых фар. Опять брелок, и тень на тротуар, и снова крик, как будто приглашение. Потом стена, комод, торшер, рояль, входная дверь, потертые ступени, и осторожный выход в свет из тени в морозный и сухой февраль. Царапина. Не стоит. Ерунда. Прошу прощения. Потушите фары. А кто кричал? Не слышала, когда. Ну, только что. Наверное, у бара. Там, за углом. Я видела народ. Вполне возможно, просто хулиганство. Нет времени. Безмерное пространство. Все поменялось. Все наоборот. Вы здесь живете? Да. А вы? Я тоже. Вот мой подъезд. А вот напротив мой. Я здесь недавно. Вы давно, похоже. Нет, перебрался прошлого зимой. Ну что, пока? Пока. А может, статься? Увидимся? Не думаю. Пока. Я мог бы научить вас парковаться. Ну что вы? Не валяйте дурака. Сухой февраль. Потертые ступени. Входная дверь. Торшер. Комод. Стена. Что это было? Призрак. Сновидение. Взгляд на окно. Потом глоток вина. Я вновь один. Сжимается пространство. Впуская время, как далекий крик. А кто кричал? Да просто хулиганство. Молчит брелок. И бесконечен миг. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ